Здравствуйте! С вами программа «Исторический гороскоп» и я, Анастасия Бусыгина. Сегодня 28 июля. В нашей программе будет представлен зодиакальный гороскоп с исторической справкой о событиях в этот день. Опасным испытанием подвергнут себя сегодня Овны, чтобы достичь своей цели. Однако ваш риск будет оправдан. Французский фотограф и карикатурист Феликс Нодар, запатентовавший в 1855 году идею использования аэрофотографии для изготовления карт и целей разведки, в 1858 году сделал первые в мире аэрофотосъемки, совершив для этого подъем на аэростате. Удивляться происходящим и одновременно радоваться за своих коллег будут сегодня тельцы. Во время правления Елизаветы II в 1996 году произошло необычное событие. В Англии был установлен мировой рекорд длительности полета бумажного самолетика – почти 21 секунда. Вступление в новую должность предстоит сегодня близнецам. Подготовьтесь к этому событию тщательно. Алан Гарсия в 1985 году был приведен к присяге как президент Перу. Его правление считается неудачным из-за роста инфляции и активизации вооруженных группировок. В 1992 году в связи с обвинениями в коррупции Гарсия был вынужден эмигрировать в Колумбию, где жил до 2001 года. После снятия с него обвинений он вернулся в Перу и возглавил парламентскую оппозицию. В 2006 году Гарсия вновь был избран президентом вышеупомянутого государства и 28 июля 2006 года вступил в должность. Подъем в карьере произойдет у раков. Вероятно, ваши старания будут замечены руководством. Андрей Громыко, будущий министр иностранных дел СССР, в 1952 году стал новым советским послом в Англии. Львы совершат сегодня своеобразный поступок, который не останется без внимания. Кубинский лидер Фидель Кастро в 2002 году прислал президенту Венесуэлы Угу Чавесу в подарок на день рождения пейзаж работы кубинца Рауля Фернандеса, сопроводив его запиской. Спасибо вам за то, что вы родились. Посетить в качестве почетного гостя праздничное мероприятие предстоит сегодня девам. Вы сможете расслабиться и не думать о текущих вопросах трудовой деятельности. Во время правления королевы Вильгельмины в 1928 году в Амстердаме торжественно открылись 9-е Олимпийские игры. Вильгельмина являлась единственным ребенком короля Вильлема III от второго брака. Когда она родилась, отцу было 63 года. Она правила Нидерландами, считая с момента совершеннолетия, 50 лет, больше других голландских монархов. Во время ее царствования прошли Первая и Вторая мировая война, а Нидерланды лишились своих колоний. В мире Вильгельмина известна прежде всего благодаря ее роли во Второй мировой войне, когда она отказалась подчиняться оккупантам, покинула страну и возглавила правительство в изгнании. Ее имя стало лозунгом нидерландского сопротивления. У весов день будет насыщен приятными событиями. Ваши желания будут соизмеримы с вашими возможностями. Государство Перу в 1980 году приняло Конституцию, а Фернандо Белаунде Терри вторично стал президентом. В 1956 году он основал и стал лидером партии «Народное действие». Быть осторожными следует скорпионам. Недруги хотят вас сместить с занимаемой должности. В Румынии в 1947 году была распущена Национальная крестьянская партия, самая влиятельная в стране. В то время управлял государством Михай I. В декабре 1947 года коммунистическое правительство отменило монархию, и Михай был вынужден эмигрировать. Стрельцов ожидает успехи в области кинематографа. Самое время проявить себя с творческой стороны. В 1951 году состоялась премьера мультфильма Уолта Диснея «Алиса в стране чудес» по одноименной книге английского писателя Льюиса Кэрролла. Большую работу на благо общества проделают козероги. В Соединенных Штатах Америки, которые возглавлял президент Эндрю Джонсон, в 1868 году была разрешена неограниченная эмиграция китайцев в Соединенные Штаты, а также принята 14-я поправка Конституции США, обеспечивающая гражданство любому человеку, родившемуся на территории штата. Главной целью поправки являлось обеспечение гражданства бывшим темнокожим рабам. Водолеи могут неожиданно разбогатеть. В 1862 году при президенте Аврааме Линкольне в штате Монтана, США, было найдено золото, что вызвало золотую лихорадку. Благоприятствующий день для строительства сегодня у рыб. Во Флориде в 1896 году был основан город Майами. На сегодняшний день практически все крупнейшие корпорации мира имеют свое представительство в Майами. Город вовлечен в многочисленные политические дебаты в связи с близостью Кубы, а также в связи с проблемами терроризма, нелегальной эмиграции и распространения наркотиков. Чтобы достигнуть своих целей, надо научиться ценить время. Как сказал английский философ, историк и политический деятель Фрэнсис Беккен, нет большей мудрости, чем современности. С вами была программа «Исторический гороскоп» и я, Анастасия Бусыкина.